Первый шаг, допустим, как вы только отправили вашу заявку, это проверка вашего имейла. То есть многие ребята, немногие, конечно, есть ребята, которые перестают проверять свои имейлы. То есть имейл, который вы указали в вашей заявке, вот common application, либо это может быть своя университетская заявка, имейл нужно обязательно проверять. Spam folder тоже нужно проверять, потому что иногда письма может поступить каким-то образом в спам, и вы можете не увидеть это, потому что на вашу имейл университеты могут писать уже, например, после отправки вашей заявки. Возможно, какие-то документы не хватает, либо они все еще ждут, например, ваших баллов. Вроде бы как бы отправили баллы, но университет не получил. Либо, допустим, какие-то табеля они не получили, то есть они начнут уже потихонечку вам писать. Либо дополнительные какие-то документы могут запросить, например, какие-то финансовые справки, либо там что-то еще им необходимо. Вот. Также университет отправляет вам логин на application portal. То есть об этом мы будем говорить. Это очень обязательный портал application, который каждому ученику нужно проверить. Либо, допустим, университет может отправить письмо о приглашении. То есть были у нас случаи, что иногда дети, они не проверяли свой e-mail, куда университет отправил письмо о приглашении. То есть у каждого письма есть свой срок, в течение которого вы должны ответить. И из-за того, что ребенок не проверил, он пропустил приглашение от хорошего университета. То есть либо это спам поступил письмо. Поэтому нужно e-mail обязательно проверять. Либо, например, университет может вас пригласить на интервью. Да, допустим, вот NYU Abu Dhabi, у них есть Candidate Weekend. То есть до того, как они делают свое решение, они определенных кандидатов приглашают на Candidate Weekend. И это все происходит через e-mail. То есть они вам звонить не будут. Вот, поэтому проверка e-mail очень важна. Ну, первый слайд, я думаю, что понятно, проверка e-mail. Второй, получается, шаг, это как раз про application portal. То есть бывает, вот, вам нужно зарегистрироваться на application portal. Получается, университет, как бы только отправили вашу заявку через common application, они могут, в большинстве случаев университет отправляют логины, пароли на их application portal. То есть у них есть такой портал, вот с правой стороны вы видите вот такую вот картинку, где вы можете посмотреть, отслеживать. То есть какие документы, заявки они получили, а что все еще awaited, да, awaiting. Они ожидают, что вы отправите. Вот, поэтому, как вы получите логин, обязательно так где-нибудь сохраняйте, потому что вы, если вдруг потеряете, то нужно будет опять это возобновлять и так далее. Вот, и портал нужно постоянно проверять. Допустим, в данном случае, если вот, например, на картинке видно, что school report – это табеля от профориентатора, не полученные еще, да, в таком случае вы можете с вашим профориентатором связаться и напомнить, что табель, например, за, допустим, за какой-то период, к примеру, за 8-й, 9-й класс, либо в целом, возможно, профориентатор еще и не отправил. Вот, естественно, когда вы связываетесь с профориентатором, либо с рекомендателями, да, сюда нужно быть, как бы, относиться уважительно, а не так, что «опорайте, пожалуйста, быстро», потому что они тоже работают и могут быть, например, заняты, либо забыли, либо там что-то такое случилось. Вот, поэтому иногда может быть такое, что опять по поводу теста не полученные. Были случаи, когда через, например, компанию, где вы сдавали, как «Британский совет» либо «Интерпресс» вы отправляли, но каким-то образом были, может, технические сборы, что они не получили еще. То есть все вот эти документы вы через свой портал проверяете. Допустим, если вдруг были какие-то изменения, например, вы отправили заявку, и через пару недель или там через неделю какие-то есть изменения, которые вы хотите внести, либо, допустим, вы проверили Common App и увидели, что там что-то, например, не знаю, там какая-то ошибка произошла, да, либо, допустим, бывает, что имейл-адрес меняется из-за чего-то. В таком случае вы через вот этот портал можете сделать изменения. Вот. И также нужно знать, что некоторые университеты, они свои вот эти прогрессительные письма через портал отправляют. То есть они могут не вам имейлы отправить, но через портал. То есть здесь вы также можете проверить не только как бы статус документов, но и ответы от университетов. Но это не означает, что вы должны перестать проверять ваш имейл. Проверяйте имейлы и портал тоже, чтобы ничего не выпускать. Так. Я надеюсь, третий слайд вам виден. Если нет, то можете озвучить. Так. Третий слайд – это, конечно, Complete Supplement Application Requirements. Иногда могут быть еще дополнительные документы, которые университеты могут запросить. Допустим, например, университет Delaware, у них есть вот такое вот дополнительное эсэшка, которое появляется в самом портале. Допустим, когда вы Application Portal аккаунт создаете, вы открываете, там могут появиться эсэшки. Так, что нужно писать эсэ на такую-то тему. Конечно, это бывает очень редко, но может быть такое. Иногда может быть, допустим, какое-то видео-интродакшн нужно отправить, либо ответить на вопросы через как бы видео, как они хотят это увидеть. Например, Браун делает, Боудин колледж делает. Не всегда, но могут быть тоже такое. Еще один документ, который мы в этом году часто встречали, это Completing Self-Reported Academic Report. Коротко, S-R-A-R. Это NYU делает и Penn State. То есть многие ребята у нас в Казахстане NYU подают, NYU в Абудаби, сам кампус в Нью-Йорке. И эти университеты, они обязательно, то есть это был не optional, а обязательно запросили, чтобы студенты самостоятельно еще свои табеля с 9-го, 8-го класса там указали. Поэтому вот это тоже через, как бы, не через Student Portal, но это может быть, что дополнительно университеты вам пишут и говорят, что вот это вот еще нужно обязательно сделать. Поэтому такие вот моменты могут быть, которые после отправки вашей заявки и появятся. Далее получается это финансовые формы и документы. Вы уже все знаете, заполнили CSS Profile, фуф, очень такой долгий профайл, заполнили, отправили, и заметили, что некоторые университеты, они финансовые, подтверждающие документы требуют через iDoc. А бывают университеты, которые не через iDoc, а требуют через портал. То есть когда вот ваш application портал открывается, они там появятся, то есть либо в онлайн-форме, где вы также кликаете, там же онлайн-форме заполняете, либо это может быть PDF-формат, который вам нужно скачать, заполнить и сканировать, либо сохранить и туда же в портал загрузить. Либо, например, как у них указано, туда вы загружаете, либо отправляете. То есть могут быть тоже такие, потому что не все университеты, финансовые справки, документы не через iDoc, а через портал тоже могут запросить. То есть были моменты, когда дети через портал отправляли заявки. Не заявки, а именно вот эти документы. Вот. И пятое – это возможно, но не всегда бывает именно вот интервью, то есть назначение интервью. Интервью может быть обязательно recommended, либо может быть optional. Что такое recommended? То есть, допустим, университеты, они рекомендуют, чтобы вы прошли интервью. И также это может быть по-разному. Например, вот Wake Forest университет, они указали у них на сайте, что вы сами заходите на их сайт и проверяете их schedule, и вы сами назначаете интервью с приемной комиссией. То есть после того, как вы отправите вашу заявку. Это они указали optional. А у Колумбийского университета у них идет как recommended, то есть рекомендуется пройти интервью. Но Колумбийский университет, они вас сами приглашают на интервью. То есть не то, что вы заходите у них на сайте, проверяете, они вам на почту могут, либо через student-портал могут указать, что вы приглашены на интервью. Также они на сайте указывают, что не все, конечно, они приглашают, не всех на интервью. Бывают ребята, которые не хотят услышать, либо получить более какие-то дополнительные информации через интервью. И последний шаг – это, конечно же, учиться хорошо. Потому что если вы отправили уже вашу заявку, кабеля ваши отправили, это не означает, что вы теперь можете не учиться, что ваши оценки могут быть не пятерки. Потому что вы знаете, что за 11 класса вы еще должны отправить медиа-репорт, либо файл транскрипт. То есть если вы медиа-репорт уже отправили, за первую, вторую четверть отправили, то еще есть третья и четвертая четверть, которую вы должны отправить в тот же университет, который вас принял. Поэтому вы знаете, что университеты, допустим, если университеты вас примут, они делают решение в зависимости от predicted scores, которую ваш опьем профориентатор им написал, что я ожидаю, что этот ученик на такую же оценку закончит. Если вдруг вы перестанете хорошо учиться, и ваш GPA, средний академический балл, он будет сильно отличаться от predicted, то есть предполагаемый, то это тоже может повлиять на решение университета, если даже они это сделали. То есть могут быть такие моменты. Поэтому учитесь хорошо. Естественно, не бросайте экстракуррикулы, которые вы уже делаете. То есть не так, что все, я главный отправил документы, могу теперь ничем не заниматься. Это шаги, которые вы должны обязательно делать после того, как вы только отправили вашу заявку. Теперь давайте будем рассматривать, что нужно делать, если вас университет принял, то есть отправил вам письмо, приглашение о том, что они вас поздравляют и приняли. Замечательно. В первую очередь нужно обязательно проверить информацию, которая указана в письме приглашения. Так, ребята, у вас у кого-то микрофон, кажется, включен. Можете выключить, чтобы не мешать. Обязательно проверяйте информацию, что ваша фамилия и имя правильно написано. Может быть, там какие-то данные могут быть неправильные. Проверяем. Естественно, проверяйте обязательно финансовую поддержку. Если университет вам предоставил финансовую поддержку, проверяйте, то есть там какие условия, есть ли там кредит, потому что вы знаете, что в пакет финансовой поддержки может также включить кредит. Если сумма, там есть кредит в виде лоуна, то какая там сумма? Обсуждайте обязательно это с вашими родителями. А если, например, у вас полное финансирование не получилось, допустим, часть обучения или полностью обучение, а другие расходы, как проживание, еда карманные, расходы нужно родителям самим покрыть, обязательно это обсуждайте с вашими родителями, конечно, и уже далее принимать решение. То есть вы едете туда учиться или очень большая сумма получается, нужно платить. Вот, поэтому эти моменты вы смотрите. А что если, допустим, финансовая поддержка, которую они вам продоставили, сумма, она не хватает? Вот в таком случае вы можете делать, вы можете подать на апелляцию, называть это Financial Aid Appeal. Давайте об этом коротко расскажу, потому что это очень важный вопрос, как можно подавать на финансовую апелляцию. То есть в первую очередь вам нужно либо связаться с Financial Aid Office, либо в первую очередь, конечно, мы рекомендуем, чтобы не напрямую вы нам им написали, либо позвонили, а почитайте, постарайтесь найти на веб-сайте, какие у них процессы, то есть процесс апелляции на Financial Aid, как происходит. Обычно они вот на сайте Financial Aid об этом пишут. Если вы хотите подать на апелляцию, какой должен быть шаг, процесс. Если нет, то вы можете написать Financial Aid Office и узнать, вы бы хотели подать на апелляцию, что нужно делать. Далее найдите конкретного человека, то есть кому вы будете адресовать ваш апел, ваше письмо. И начните там, допустим, допустим, миссис данной на Киеве или примерно так, чем просто писать general. Далее, следующий шаг, это нужно конкретно попросить, чтобы они рассмотрели ваш апелл и, естественно, объяснить, почему вам нужна чуть больше денег. Должна быть определенная причина. Допустим, опять-таки, причина может быть, например, ну, разные могут быть причины. Допустим, вдруг, ну, не вдруг, а возможно, какие-то были изменения, да, пока прошло все это время, там, финансовые эти доходы родителей, какие-то были изменения. Либо, допустим, вы можете рассказать какие-то случаи, там, не дай бог, какие-то на медицинские расходы деньги уходят или что-то еще. То есть вам нужно конкретно сказать, почему вам необходимо дополнительные деньги. Далее, конечно, detailing special circumstances. Как я уже говорила, что если есть определенные как бы изменения, об этом тоже нужно говорить. И вам нужно это подтвердить, то, что вы говорите, что вот мне нужны эти деньги, потому что вот на это, и я подтверждаю это, например, этими же документами. И следующее, это exact amount. Желательно нужно оказать, указать ту сумму, которой вам не хватает. Например, допустим, вам, например, дополнительно еще, если бы они дали бы дополнительно вам 10 тысяч долларов, остальные родители могли бы покрыть, к примеру. Об этом тоже можно говорить, что именно вот такая сумма, как gap, вам не хватает. Если бы они бы рассмотрели, то вы бы могли себе позволить учиться там, к примеру. Либо, например, вдруг вы посмотрели ваш CSS profile, и заметили, что там была какая-то ошибка, то есть вы где-то, может, больше указали, или там что-то произошло, и вы тоже можете это им сказать. Далее бывает такое, что вот competing offer if you have one. Иногда бывает такое, что как бы определенных причин нет, почему они запрашивают больше денег, но, допустим, вы получили еще от одного университета ответ, и там гранта было больше. Но этот университет, вот этот вуз, который вам меньше дал, он ваш dream университет, и вы бы хотели именно здесь учиться, а не там, где вам дали больше денег. В таком случае вы можете об этом тоже писать, что вот вы получили ответ от другого университета, который вам, в принципе, дал достаточную финансовую поддержку, который вы можете себе позволить учиться, но вы бы хотели здесь учиться, и можете ли вы дать такую-то сумму, чтобы я, например, у вас учился. То есть, примерно я вам сказала, и в таком случае, естественно, если ваша заявка, вы как сильный кандидат для этого университета подходите, финансовый офис, не могут пересмотреть это. Далее, конечно же, спросите у них, после как вы отправили ваш финансовый офис, с подтверждающими определенными документами, то следующий шаг у вас какой должен быть, что вам нужно делать, подождать, или какие-то должны быть определенные шаги. Естественно, нужно всегда, когда вы пишете, будьте благодарны, всегда говорите благодарю, либо спасибо, потому что независимо, какой ответ вы получите, всегда нужно будет благодарить, ну, как бы, агрессию, либо там, печаль, желательно, не показывать. Вот, и если вы получили положительный ответ, то это замечательно, потому что были случаи, когда приемный, как бы, финансовый отдел они пересмотрели и добавили сумму ученику, чтобы ученик мог там учиться. Были, конечно, случаи, когда университет сказал, мы, к сожалению, не можем дать, это вот то, что мы предлагаем. В таком случае, естественно, вы уже рассматриваете другие альтернативы, либо вы отказываетесь, будете ждать ответа от других университетов, да, либо поедете учиться в другом университете, либо вы просто будете искать уже, ну, нужно дополнительные какие-то эти средства. То есть в виде кредита, либо какие-то external scholarships. То есть здесь главное нужно знать, что можно, по идее, подавать аппел на financial aid. Теперь второй шаг, когда вы получаете acceptance letter, это подождать, пока вы от всех университетов не получите ответа. То есть если вы подали, например, на regular deadline, да, то, в принципе, вы до 1 мая даете ответ всем университетам. Вот те ребята, которые подали на ED2, early decision 2, они вот уже в феврале, вот завтра, послезавтра должны получить ответ от университетов. И когда вы получаете ответ от университетов, если кто-то вас принял в какой-то университет, то имейте в виду, обратите внимание, когда вы должны ответить. На ED2 вы должны пораньше ответить, чем на regular deadline, потому что регулярный срок на RD вы должны, опять-таки, до 1 мая ответить, на ED вы пораньше должны. Поэтому в таком случае вы уже по ситуации посмотрите. Желательно, конечно, те ребята, которые на RD подали документы, подождите ответы от всех университетов, не надо поспешные решения принимать. Если даже какой-то вуз вам дал хорошую сумму, вы, в принципе, готовы там учиться, подождите, а вдруг получится так, что какой-то другой университет вам больше денег даст. Потому что мы всегда понимаем, что финансовый вопрос это решающий вопрос. Независимо, какой хороший университет, верно? И третий шаг, это, конечно же, когда вы уже получили ответы от всех университетов, естественно, вы там все проверили, какой вуз вам дал больше, возможно, выберите этот университет и нужно формально принять приглашение от университета. В письме приглашения может быть инструкции, то есть как вам нужно ответить это через e-mail, либо портал через admission, то есть как нужно им официально ответить и обязательно обратите на срок, потому что есть срок, например, 1 мая или, допустим, какой-то еще другой deadline, до этого вы должны ответить, поэтому это очень обязательно. Четвертый шаг, это decline as offers, то есть, естественно, когда вы принимаете один университет, уже точно решите, допустим, остальные у вас 10 университетов, нужно обязательно отказать, потому что не бывает такое, что вы там, ай, ладно, я могу не ответить, или я не отвечу, они, наверное, поймут, что я не буду там учиться. То есть не надо так делать, потому что они как бы рассмотрели ваши заявки, они тоже проделали определенную работу, поэтому вы поблагодарите опять, что они вас приняли, для вас это большая честь, но вы, например, отказываетесь, потому что, допустим, едете учиться туда, ваш, например, древний университет, поэтому поблагодарите, это должно быть обязательно. И, конечно же, пятый шаг, это set up your college email account, после как вы принимаете оффер от университета, они вам отправляют уже аккаунт, который вы должны создать, email аккаунт самого университета, то есть с их там названием, и в дальнейшем же вся коммуникация будет идти через этот email, то есть не тот, который вы в Common App изначально указали, у вас будет теперь университетский email. И вот этот университетский email нужно постоянно теперь проверять. Далее, follow your college on social media, иногда бывает, что в Facebook они создают группу freshman class, именно те ребята, которые, например, на Fall 22 поступили, если есть такое, подпишитесь, потому что вы там друг друга можете уже знакомиться, вы там можете следить, какие там, может быть, какие-то изменения происходят, чтобы быть в курсе всего. Далее, попросите вашего профориентатора, чтобы отправил финальный транскрипт, то есть это ваш стат за 11 либо 12 класс, потому что это обязательно. Вот, и восьмой шаг, это, конечно же, подписываться на freshman orientation, это ориентация. Это может быть онлайн, обычно они могут заранее проводить, либо иногда бывает, что вам нужно заранее зарегистрироваться на ориентацию, которая вживую будет проходить. Обычно, если занятие, например, где-то в конце августа начинается, то в середине примерно недели будет проходить ориентационная неделя, где вот именно вам они будут все рассказывать, показывать и так далее. И иногда бывает, что какие-то у них могут быть placement tests, то есть это не всегда, но могут быть какие-то placement tests, на которые тоже нужно зарегистрироваться и заранее зарегистрироваться. Вот. Теперь, какие документы нужно ожидать от университета, после того, как вы поступили. В первую очередь, форма I-20. I-20 это прогрессительное письмо, без которого вы на визу не можете подавать. Поэтому I-20 ожидаем от университета. В обычное до ковида время I-20 университет в оригинале отправлял, потому что без оригинала вы на собеседовании не смогли проходить. Но из-за ковида университеты последние два года они отправляли онлайн. И посольство и генеральное консульство, они позволяли онлайн I-20, с онлайн I-20, то есть электронную версию распечатываете, можно проходить. Но в этом году мы пока не знаем, надеемся, что университеты могут почтой отправить оригинал, либо позволит ли генеральное консульство или посольство электронную версию тоже принимать, но мы это узнаем скоро. Главное, вы получите I-20 обязательно. Это приказительное письмо, где будет указана вся информация о вас, куда вы поступили, на какую специальность, какой у вас вид гранта, кто у вас дарикейтед супервайзер, и все такое. После чего уже вы можете приступить к подаче в студенческую визу, оформляете заявку и так далее. То есть, опять же, повторюсь, по визе у нас отдельно презентация, вебинар, обычно это мы проводим с визовым консулом, который у нас примерно в апреле и в мае будет. Далее, конечно, Confirmation of Financial Aid Award, они вам отправляют подтверждение о том, что вы получили эту финансовую поддержку. Далее вам нужно проверить Housing and Meal Plan, могут быть какие-то формы, которые они через имейл отправляют, уже университетский имейл отправляют. Либо, если у вас, допустим, все покрыто, они могут, например, написать, что вот такой Housing, Meal у вас все покрыто и так далее. А если, например, у вас только tuition, например, получили грант только на обучение, то теперь ваша задача искать вот эти вот Housing. То есть, это, естественно, общежития. Общежития у них могут быть разного типа, например, на два места или, например, в одной комнате по три человека, по четыре человека. Конечно, в зависимости от стоимости вы уже на сайте университета начинаете искать для себя подходящее общежитие по локации, конечно, по стоимости будете искать. И также нужно уточнить, вы сами ищите и можете бронировать место, и как оплата будет происходить. То есть, все эти моменты тоже нужно уточнить, у вас будет специальный человек, которым вы будете все время переписываться. Поэтому это очень важно. Чем быстрее вы сделаете, тем хорошее место вы будете в общежитии получать. Потому что бывает, что вы, если пропустите, те шустрые ребята, они ближе к университету все общежития не могут разбирать, разобрать, а в итоге вам вы обстанете, которые чуть далеко находятся или вам нужно будет на автобусе ездить. Поэтому это очень важно заранее все это делать. Далее Medical Recordings and Coverage, то есть опять-таки зависят от финансовой поддержки. Если финансовую поддержку пакет включает, что ваша медстраховка тоже будет покрываться этой финансовой поддержкой, как пакетом, то замечательно. А если нет, то нужно это тоже уточнить. Допустим, обычно медстраховку вы оформляете там. Мы рекомендуем, чтобы вы оформляли в Америке, а не здесь, не казахстанскую, потому что так будет удобнее. И во время недели ориентации, когда вы уже будете там находиться вживую, обычно вот этих медицинских центров, они приглашают людей, чтобы каждый центр мог рассказать про свои вот эти страховки, чтобы вы для себя выбрали. но иногда могут быть такое, что вам нужно с собой еще взять определенные, например, какую-то медицинскую справку, как бы не справку, а книжку какую-то о том, что у вас какие-то вакцинации есть, например, которые вы в детстве делали, чтобы они могли знать, увидеть. То есть эти моменты тоже нужно заранее с университетом вам говорить, какие вообще справки у вас должны быть, особенно касательно теперь сейчас вакцинации от ковида. Вот эти моменты тоже нужно уточнить. Далее по поводу вот это все я рассказала Руменборд. Как только вы все это оформляете, уточняете, дальше есть такой вот enrollment депозит, то есть депозит, который вы должны заплатить. Это депозит, который гарантирует, что вы приедете учиться, потому что могут быть так, что студент согласился, но не приехал учиться, например, бывает такое согласился, потом получилось так, что другой вуз принял, он принял ответ, а забыл, например, сообщить в университет, когда он был уже согласен, принимал решение, принял их офферы. Поэтому депозит нужно обязательно заплатить, нужно узнать, как это заплатить. Обычно это, конечно, онлайн бывает, сроки есть оплаты депозита, потому что если вы в какой-то срок не оплатили, это, возможно, будет для них какой-то знак, что вы не будете у них учиться, то есть вы отказываетесь, поэтому сроки проверяйте обязательно. Обычно депозит, небольшая сумма, это может быть 300 долларов, это может быть 500 долларов, то не так, что там 1000, либо там 2000, 5000 долларов. Обычно небольшая сумма бывает. Далее, как я уже говорила, подаете на студенческую визу, естественно, далее, как вы только визу получаете, обсуждаете с родителями насчет поездки, то есть логистика, билеты, как вы будете покупать, что вы полетите и все такое. Так, бывает такое случай, что университет вас отправил на лист ожидания, то есть waitlist, либо deferred это называется, да, когда университет вас отправляет на waitlist, они вам пишут на почту, принимаете ли вы, чтобы вас отправили на waitlist, поэтому вы можете принять, либо вы можете отказаться от того, что вот этот waitlist offer называется. Естественно, если университет, он такой dream, да, университет мечты, то вы можете принять, чтобы они вас отправили на waitlist. Вот. Второе, это, конечно же, express interest again in the school. Бывает такое, что когда вы отправили вас на waitlist, нужно обязательно проверить. Бывают университеты, которые хотят, чтобы вы показали ваш интерес, то есть называется continued interest, вы все еще letter of continued interest, вы все еще показываете, что если даже университет табель, может, первая четверть у вас низкие оценки были, а второй, третий четверть, возможно, у вас GPA, ну, оценки высокие были, либо, например, вы какой-то там проект закончили наконец-то, или у вас олимпиада какая-то в это время была. Все эти новые информации вы можете прикрепить к этому письму letter of continued interest и отправить университет показать, что я все еще очень заинтересована, хочу дополнительную вот эту информацию вам дать, чтобы вы мой файл включили, вот, а бывают некоторые университеты, которые, например, MIT, они говорят, нам не надо ничего отправлять, ни letter of continued interest, ни дополнительных, нам ничего не надо, просто ждите все, то есть, если вы даже отправите, ну, это уже, ну, как бы нехорошо, если они пишут, не надо отправлять, или отправлять, это будет немножко, как бы, так скажем, нагло, поэтому, если вы сговорить, не надо ничего отправлять, просто не отправляйте ничего, а ждете, то есть, когда они вам дадут свое решение. Третий шаг, это заплатите депозит другому университету, который вы решили, например, с родителями, что вы там будете учиться. Почему? Потому что университет, к примеру, ваш dream университет 1 мая, ой, не 1 мая, где-то там 15 марта либо в апреле, они, например, вам сообщили, что вас отправили на университет. В это время и другие университеты вам дают свои ответы. Например, какой-то другой вуз вас принял, дал, в принципе, хороший грант, где вы можете, по идее, учиться. Если есть такое, то заплатите депозит тому университету, потому что, пока вы ожидаете ответ от этого университета, срок, например, может пройти ответа другим университетам, и вы в конце можете оказаться нигде, если вдруг этот университет вам откажет университета. Поэтому обязательно заплатите, это опять-таки 300 либо 500 долларов. Я понимаю, вы это можете потерять, если университет, который у вас университет, какой процент детей с уитлиста попали, получили адмит именно в этот университет. Есть такой вот документ, который называется Common Data Set. То есть там, например, когда вы название университета пишете, допустим, там Stanford Common Data Set 2021, там есть страничка, информация, где можно посмотреть, какой процент детей с уитлиста попали на Accept. Вот. Там, конечно, маленькие бывают проценты. Либо, например, если Common Data Set такую информацию не находите, вы можете Admission Office написать, но поскольку многие Admission Office они могут конкретно не отвечать, обычно они любят такие обобщенные ответы давать. Но это уже дальше решение ваше, либо, потому что все равно это очень сложно заранее предугадать, что вы попадете именно в этот процент маленький, который принимает свои листа. Поэтому в любом случае если университет, конечно, вам очень нравится, вы просто примите offer и дальше уже посмотрите, получится или не получится. Далее пятый шаг получается. Если вдруг у вас университет принял свои листа, нужно им быстро ответить, потому что обычно они от 24 до 72 часов дают вам время, то есть не так, что там неделю дали, чтобы вы там думали, решали, это может быть пару, либо три дня. Естественно, если вы как бы вам нужно быстро реагировать, для этого обязательно нужно проверить финансовые вопросы. Этот вуз воспринял и дал ту сумму, которая вам необходима. Если все устраивает, то, естественно, вы принимаете их ответ и уже оказываетесь тому университету, которому заплатили депозит. Опять-таки, депозит вы потеряете, 300 долларов или сколько вы заплатили, вам не вернут, но ничего страшного, то есть в этом такого, потому что с университетами каждый год встречается и приемная комиссия понимает, в этом ничего плохого нет, вы можете написать им, что спасибо большое, я отказываю, обязательно нужно их сообщить об этом, что вы отказываетесь, потому что вас университета принял ваш стрим университет и все такое, чтобы они это знали. Вот, то есть вот такие вот шаги, если вас отправили на университет. Так, а что если вам отказали? То есть в первую очередь, ребят, вы должны знать, что если вас не приняли, это не означает, что вы достаточно неумные, либо недостаточно талантливые, либо недостаточно хорошо работали, чем другие ребята, которых приняли. Просто есть разные факторы, по которым приемная комиссия принимает студентов. Если вы слушаете подкасты университета, либо какие-то вебинары, либо какие-то статьи, когда читаете, сами вот, например, приемная комиссия члена говорят, что там разные очень факторы. То есть это не зависит от того, что ребенок талантливый, или достаточно умный, или так далее. Там может быть опять-таки вещи, которые мы не знаем. Поэтому расстраиваться не надо. Просто как бы, как говорится, отказ это часть, например, нашей жизни, да, поэтому ничего там такого страшного нет. и какие шаги. То есть в первую очередь не надо писать такие там что вы очень расстроены, или иногда могут быть написать прямо на комиссии, что вы ошиблись, перепроверьте мою заявку, или там я бы хотел на апелляцию дать. То есть здесь на апелляцию вы не можете давать, потому что когда финансовую поддержку недостаточно получили, то в принципе можно на апелляцию дать, а здесь вы апелляцию не можете дать. То есть приемная комиссия обратно не будет читать ваши заявки, документы и пересмотреть не будут. Поэтому просто напишите thank you letter, что вам очень конечно жаль, что не получилось, но спасибо большое за ответ, что вы рассмотрели мою заявку и так далее. И конечно же далее вы можете просто какие-то анализы для себя делать, что возможно вдруг вы выбрали очень такие топовые университеты и у вас может быть target университета не было, может быть какие-то safe choice у вас не было, и у вас в основном были top choice schools и из-за этого вдруг не получилось, потому что конкуренция каждым годом растет. Либо просто рассмотрите вашу заявку, то есть может где-то вы не сильно оформили, не совсем достаточно хорошо оформили, может это вы упустили или что-нибудь такое, вы просто можете какие-то определенные делать анализы. Либо вы можете искать университеты, которые все еще принимают заявки, например, один из них это может быть community college двухгодичный, потому что двухгодичные колледжи, они до апреля, до мая, иногда бывает до юня принимают заявки. Если вы сильно хотите учиться в Соединенных Штатах, и это ваше начата, то community колледж, либо государственные университеты могут все еще принимать документы, либо брать уже гопьер. Если прям ваша мечта учится в Соединенных Штатах, можете брать гопьер и год, ну как бы не год примерно, готовиться и подать уже на следующий год. Опять-таки, конечно, нет гарантии, что в следующем году вы поступите, либо получите полное финансирование, но бывает ребята иногда берут гопьер. Есть такие моменты. И еще по поводу rejection, ребята, вот, например, я вот недавно прочитала, слушала подкаст Ельского университета, и они говорят, что если даже когда они принимают студентов, они не гарантируют, что студенты, которые отучились в Ель, что у них будет удачная жизнь, потому что это зависит, конечно же, от самого ребенка. Естественно, они получают хорошее образование, но как дальше жизнь пойдет, это уже зависит от самого ребенка. Поэтому независимо, какой ответ у вас будет, ребята, главное, не надо расстраиваться, но я надеюсь, что у вас будет все замечательно, вы поступите в тот вуз, получите хорошее финансирование, но просто имейте ввиду. Вот это ресурсы, которые я использовала, это College Data, потом US News, IB Wise, хорошие ресурсы, вы там можете более детально